Начальник оперативного штаба предложил приостановить ввод общественного транспорта с 21 мая. Об этом сообщил начальник управления МЧС по Бишкеку Адилбек Чаргынов на заседании комиссии БГК по соцвопросам 19 мая. Он отметил, что не сможет сказать даже приблизительно, когда можно запустить общественный транспорт. А первый вице-премьер-министр Кубатбек Буронов на брифинге в правительстве сказал, что общественный транспорт в Бишкеке начнет работу с 25 мая. При этом к общественному транспорту будут предъявляться требования, должна соблюдаться дистанция, также все пассажиры должны быть в масках. В Кыргызстане на утро 19 мая было выявлено 27 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурбалу Тусинбаев на брифинге в правительстве. По его словам, они выявлены в Нарынской области 11 случаев, в Оржской области и в Бишкеке по 6 случаев. Среди кыргызстанцев, прибывших из Соли-Елецка, было выявлено 3 случая коронавируса, всего 104 случая. Среди курсантов, прибывших из Санкт-Петербурга, подтвержден 1 случай коронавируса, всего 14 случаев. Таким образом, на 19 мая в Кыргызстане было подтверждено 1243 случая коронавируса. Даниэль Аджиев содержится в одиночной камере. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе КСИН. На сегодняшний день Аджиев по его же личной просьбе содержится в одиночной камере. С его стороны, никаких жалоб и претензий в адрес администрации СИЗО-1 нет, говорится в сообщении. Также мужчина не жаловался на состояние своего здоровья. 30-летний Аджиев был задержан 26 марта. Он подозревается по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды». Ранее Аджиева задерживали по подозрению в организации притона с веб-кам-моделями. Тогда отпустили его под подписку о невыезде. В селе Джейдэ Монасского района Таласской области родился двуголовый теленок, сообщили местные жители. По их словам, теленок родился живым сегодня, примерно в 9.00. У него было пять ног. Во время отела ему отрезали одну ногу, потому что ему было трудно родиться. В Кыргызстане в понедельник 25 мая будет нерабочим днем в связи с праздником Орузу Айт. Об этом сообщила Прослужба Министерства труда и социального развития. Таким образом, для организаций с пятидневной рабочей неделей выходными будут 23, 24 и 25 мая, а для организаций с шестидневной рабочей неделей – 24 и 25 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова